Здравствуйте, уважаемые подписчики! На каждом стриме ко мне приходит по овердахера вопросов, дескать, Сони, посоветуй какой-нибудь руль под ту или иную игру или те или иные нужды. Честно, я уже устал вам говорить, лезьте в мой плейлист обзоры моды и советы, в котором овердахера есть обзоров на различные рули, чтобы быть, точнее, там 24 обзора на рули, не считая всякие там игровые рули вот эти вот беспроводные, именно полноценные, рули-рули прям 24. И я понимаю, что многих людей просто харит заходить и пересматривать это всё, чтобы понять, что ему надо. Поэтому, ребят, я решил все вот эти вот видосы, 24 штуки, уместить в одно что-то относительно маленькое, но ёмкое и понятное для каждого. Поэтому, ребят, у нас будет вот в ближайшее время целых три видео по всем рулям, которые я обозревал. Я имею опыт их использования, он довольно-таки богатый, поэтому у меня есть, что вам подсказать, есть, что вам рассказать. И я надеюсь, что я сделаю это вам относительно доступно, чтобы вы уже приняли для себя выводы, стоит ли вам тратить своё время и тратить свои кровные на тот или иной девайс. Сегодня мы с вами рассмотрим 12 рулей, которые я когда-то обозревал, но в бюджетном сегменте. В будущем мы рассмотрим уже рули более дорогие. Это будет средний сегмент, а также топовый. Но сегодня 12 моделей, которые самые ходовые, наверное, есть интересные и неинтересные. И сразу скажу то, что я их буду оценивать по 10-ти бальной шкале. Но оценки я буду давать не по стоимости, а по ощущениям и по бонусам, по моему мнению, которые вы можете получить от этого руля. Итак, поехали. Заходим на e-каталог и ищем в поиске Logitech Driving Force GT. Да, именно он сегодня откроет наш топчик. По моему мнению, это самый, наверное, высоко оценённый руль, который, в принципе, за довольно-таки относительно небольшие деньги может предложить вам довольно-таки немало разных фишечек. Во-первых, самое главное, чем он прикольный, это то, что он 900 градусный. Он имеет шестерёнки, то есть не от ременного привода, но это полноценно 900 градусов, то есть полтора выборота в каждую сторону. Такой руль отлично подходит для таких игр, как, например, Euro Truck Simulator 2, OMSI или City Car Driving и что-нибудь такое. Для более, конечно же, злых симуляторов такое себе, потому что шестерёнки здесь очень сильно сопротивляются, и, честно говоря, он довольно-таки шумноват. Так, конечно, руль довольно-таки прикольный. О, смотрите, чей тут обзор. Полная версия, кстати, всех обзоров, то, что мы сегодня рассмотрим в руле, будут, ребят, в описании, так что заходите, смотрите. Значит, давай, если имеет поддержку PlayStation 2, мало кому актуально, но мало ли вдруг вы захотите покататься в Gran Turismo 3 или Gran Turismo 4. Если вы посмотрите, кстати, на него, то изначально это устройство создавалось исключительно под Gran Turismo. Ну, естественно, как бонус, он работает ещё много где. PlayStation 3 это Gran Turismo 5.6 и PC, конечно же. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что абсолютно любой руль можно также подключить и к PS4, катать в GT Sport. Очень многие люди это делают с помощью различных конвертеров. Есть народный GIMX, обзор на моём канале есть. И скоро будет ещё один новый. И есть всякие там Kronos Max и прочие там более дорогие, скажем так, приблуды. Этот руль уже снят с продажи, как вы видите. Последняя цена составляла 10 тысяч рублей, но его всё ещё можно найти на вторичке. Если говорить об Украине, то цена на сегодняшний день, я вот всё проверю, колеблется от 3200 гривен до 400700 гривен. Честно, это какие-то обдолбанные наркоманы продают за эти деньги этот руль, потому что 3200 это как бы красная цена, что за него вообще следовало бы просить. И даже нет, он даже не стоит этих денег. Короче, братья-украинцы шо с ума сошли, вот честное слово. Зато в России его можно найти от 2000 до 7000 рублей. И за 2000 рублей, ребят, этот девайс просто какая-то находка, потому что на самом деле он весьма функциональный. Довольно-таки прикольные здесь кнопки, под рукой там миллион разных функций у вас есть. Мне нравится этот плюс-минус и крутилочка. Она, кстати, очень полезна будет для GT Sport. Например, если переключать там всякие трекшн, включать, выключать, там баланс торможения вперёд-назад смещать и так далее. У рулял, как для Logitech, можно сказать по классике жанра, очень хороший зажим. Также есть селектор переключения передач, кроме того, что есть подрулевые кнопочки там. Есть также и вот этот вот рычажок, который вы можете юзать, например, подручной тормоз. И в том же GT Sport это будет работать, если вы будете использовать какой-нибудь правильный конвертер. В целом, руль довольно-таки простецкий. Да, он шумный, да, он не самый приятный там по форс-фидбэку. Форс-фидбэк, кстати, в нём есть, полноценный. По моему мнению, он где-то средненький, скажем так. Не самый худший, не самый лучший. Пойдёт. В любом случае, за эти деньги, в принципе, альтернатив нет. Этот руль реально очень хороший. Педали смотрятся довольно-таки простенько. Но они сделаны довольно правильно. Во-первых, пластик здесь хоть и обычный пластик, но он долговечный. То есть, этим рулям уже больше 10 лет. И по сей день они работают. И вообще никаких проблем нет. При том, что там потенциометры. Довольно-таки надёжные, кстати, педали. Потенциометры в целом на всех рулях Logitech. И самое главное, что они не опрокидываются. Есть такие некоторые педали, что ты нажимаешь на газ на тормоз, и у тебя педаль начинает опрокидываться. И это, конечно, печально. Короче, ребят, руль реально стоит внимания. Если вы ограничены в бюджете и обладаете теми деньгами, то что я вам сказал, то этот руль вам хорошо подойдёт. Особенно для Евротрака, ещё раз повторюсь. И вот подобных медленных игр, вот прям очень будет хорошо. От меня заслуженные 8,5 баллов. Больше не могу, потому что, ну как бы, я думаю, что можно было бы и лучше некоторые моменты сделать. В частности, форс фидбэк. И в целом, немножко по сборке. Вот, например, рычажок этот, я помню, так немного болтался. То есть, так, в принципе, особо нареканий и нет. Ну и он полностью пластиковый, резиновый. Такой себе девайс. Следующее устройство. Этот раз мастер Ferrari F430. Руль уже, скажем так, чуть-чуть попроще будет. Он имеет всего лишь 270 градусов выворота. К сожалению. Почему к сожалению? Потому что, по многим другим параметрам, этот руль просто лютый топчик. А в частности, у него очень классный форс фидбэк. Который меня сильно впечатлил. Руль имеет, опять же, неременной привод. Но там как-то эти шестерёнки так сделали, что форс фидбэк реально очень приятный. Он мягкий, он чёткий. Довольно сбитый руль. И в целом, очень приятный. Я считаю, что в своём классе среди бюджеток лучше форс фидбэк. Это никаких сомнений. Плюс, знаете, это тот момент, когда маркетологи, наверное, или уснули, или я хер его знает. Либо там тростмастеры решили с потяжка с Феррари сделать действительно что-то, хоть маломальски, годное по качеству. Потому что даже если по описанию тут посмотреть, то тут точная копия руля Феррари F430. Понятно, но в уменьшенном формате. 28 сантиметров руль. Не самый маленький, но и не самый большой, конечно же. Пятипозиционный переключатель монетина, который не урезанный, ребят, в отличие от более новых моделей, которые, кстати, сегодня мы и рассмотрим. Металлические педали, внимание, ну, они как бы не полностью металлические. Вот именно вот сам педальный блок. Во, можно его тут покрупнее посмотреть. Он сделан из пластика, вот эти вот накладки из металла. И тут пишется, не пишется. Педаль тормоза с магнитным сопротивлением, мать вашу. И да, я помню, что педали среди трансмастеров, среди бюджеток не самые худшие. Скорее, даже, наверное, одни из лучших. Хотя у них есть кое-какая болезнь с опрокидыванием, о котором я говорил. Металлические оси и шарикоподшипниковый механизм. Ребят, короче, на этом ролле реально чувствуется, что не экономили. Потому что, когда ты берешь его в руки, ты понимаешь, что это качественный девайс. И самое главное, если посмотреть сблизи на него, то он довольно-таки симпатичный. Здесь не сделали какие-то там расколхоженные вот эти кнопки под рулевые лепестки. Они, может, и не блещут своим там суперкачеством, но они сделаны из металла, мать вашу. Это уже о чем-то, да, говорит. Кнопка Start Engine очень прикольная, с хорошего материала, аккуратно выполнена. И самое главное, кнопочка Monitino, которая является переключателем полноценным. Не туды-сюды и возвращается, и всего лишь два переключения. А все они работают. Плюс вот эти вот штуки там дают всякий функционал по рулю. Я уже, честно говоря, точно не помню. Но вы можете посмотреть полную версию обзора по ссылке в описании. И я очень помню, что этот руль меня дико впищат вил. Причем сам переключатель сделан высококачественно. И все вот эти вот штуки, они подсвечиваются. Короче, ребят, такого трассмастера в таком классе я не встречал. Наверное, это единственный хороший форсфидбэк. Отличное исполнение. Хотя есть, конечно же, некое но. Во-первых, он сделан из резины. Хотя эта резина качественная здесь, как ни странно. Во-вторых, у него, ну как у всех, в принципе, рулей, то, что мы будем сегодня рассматривать, есть небольшой люфтец. У некоторых он есть вообще адский какой-то, сатанинский. Но здесь он, скажем так, небольшой. Но в целом, очень позитивное впечатление об этом девайсе. К сожалению, 270 градусов и лишь две педали. Ничего вы с этим сделать не сможете. Но если вы хотите покататься в аркадке, либо изредка доставать руль, и можете найти его за адекватные деньги. Кстати, за него просят на данный момент, на январь 2019 года в Украине 1800 гривен-2000. А в России от 2500 рублей до 6000 рублей. За 2500 рублей, я считаю, что это даже за 3500. Очень интересный девайс. И еще что интересно, он работает с ПК, консолью PS3 и неофициально, но работает с PS4. В Drive Club он работает. Я на нем катался. Это тоже довольно-таки серьезный бонус. То есть вы можете купить и из коробки уже кататься, получать какой-то кайф. Заслуженные 8 баллов. Если бы был бы он на 900 градусов, то это была бы 100% десятка, даже бесспорно. От меня, по крайней мере. Рекомендую, ребят. Следующий аппарат, который мы рассмотрим, это Logitech Momo Racing. Я бы сказал, что это легендарный руль Logitech Momo Racing. Когда-то, когда у меня еще не было даже G25, давным-давно, я мечтал об этом руле, честно говоря. Он стоил не то чтобы больших денег, но вот как-то, знаете, не получилось мне его купить. Но где-то я его намутил, кажется, у своего кореша Тюленя. Насколько я помню, на обзор взял этот руль. И в целом, девайс мне понравился. Он, конечно же, уже уступает по всем статьям своему старшему брату Driving Force GT. Конечно же. Кстати, он и был ниже, получается, Driving Force GT. Но в целом, девайс довольно-таки неплохого, можно сказать, классического качества от Logitech. Руль, бранка изготовлена, типа, как настоящий руль Momo. В уменьшенном варианте. 28, кажется, сантиметров. Есть несколько кнопок. Его не изуродовали какими-то там вот этим вот, как G920, G29. Пошли уже вот эти вот детские дизайны. Непонятно, кому нахрен это надо. Серьезный такой себе, хоть и недорогой руль. Очень прикольный с эргономической точки зрения. Есть подрулевые кнопки. А, рычаги здесь даже, да, подрулевые рычажки здесь имеются. Вот, даже здесь немного так виднеются. И селектор КПП, который, опять же, можно очень удобно использовать, как тот же ручной тормоз. Ну, либо как КППшку, секвенталочку, кому как нравится. Прикольный дизайн, как по мне. Педали несколько отличаются от Driving Force GT. Педальный блок, кстати, тоже довольно-таки неплохого качества. Хоть и обычный пластик, но живучий, собака. То есть, видно, чувствуется то, что пластик там такой, ну, нормальный, скажем так. Не самый бюджетный. Неплохие потенциометры. Довольно мягкие педали, я точно помню. Ну, в принципе, у Driving Force GT тоже они не то чтобы жесткие. Но это дело можно там приколхозить пружинами, если надо, как говорится, какими-то сторонними. А самое главное, то, что они не опрокидываются. В отличие, опять же, от трассмастеровских, которые я пропустил в прошлой версии. Но я вам покажу еще. Впереди у нас будут рули трассмастер. В целом, руль неплохой. Кстати, некоторые, я знаю, что модят его на 900 градусов. Я этого делать не рекомендую, потому что там стоит сам сенсор с очень низким разрешением. И если так, вы вращаете рулем плавно, все происходит. Можно переделать сам механизм, чтобы он заработал на 900 градусов. Но сенсор останется все тот же. И у него, получается, расстояние между теми позициями, что он отслеживает, сильно возрастет. Из-за этого руль начнет работать RF-ками. Это вы поправить никак не сможете. Ну, вот такой вот есть нюанс. Классический для Logitech прижим. Но он здесь несколько, по-моему, отличается. Даже видно по конструкции. Чуть-чуть похуже, чем у G-серии или Driving Force GT. Но тоже на неплохом уровне. Так, в целом, больше добавить нечего. Баранка, кстати, довольно толстая. По эргономике, в принципе, прикольно. Вот ты на нем катаешься, и ты чувствуешь, что просится 900 градусов. Но их, к сожалению, нет. Устройство работает с консолью PS3, а также ПК. На сегодняшний день можно найти его в Украине от 400 гривен. И за эти деньги реально можно брать до 2000 гривен. Некоторые не знают, что эти люди курят. За что они вообще думают просить такие деньги за старый руль? Непонятно. По России от 900 рублей до 5000. В принципе, девайс, опять же, для своего любителя достойный вариант. Кстати, я точно помню, что очень хорошо на нем было кататься в Dirt Rally. Даже невзирая на то, что угол выворота малый. Но в Dirt Rally особо больше, ну, не то чтобы надо. Force Feedback у него средненький, слабее, чем у Drive Enforce GT. Но при этом тише. Он вас не порадует прям какими-то там ударами, информативностью. Но, опять же, он присутствует. Для своего класса я считаю, что вполне себе на нормальном уровне. И в целом руль мне понравился. От меня 7 баллов. Ну и смотрим следующий аппарат. А следующий аппарат очень редкий, который на сегодняшний день, ребятки, я не нашел толком. Это Fanatec Porsche 911 Carrera. Да, был такой руль у меня на обзоре. Когда-то его мой кореш Тюлень покупал. И вот, к сожалению, об этом у девайсе у меня были двойственные, скажем так, впечатления. Ну вот смотрите. Давайте мы вот рассмотрим для начала само рулевое колесо. Так, если посмотреть, очень солидно выглядит. Это, опять же, реплика. Копия Porsche 911 GT2. Только в старшей версии он сделан из Alcantara. Это GT3, GT2. В турбо-версии из кожи. Здесь он резиновый. И ты берешь это в руки, сразу чувствуется эта резина. Немножко впечатление портится. Но с эргономической точки зрения руль довольно-таки хорош. Поскольку это как настоящий Porsche. И все вот эти вот моменты для ваших рук, они сделаны очень качественно и на высоком уровне. Кататься, в принципе, приятно. Единственное, что резина греет руки. Но это уже болезнь, опять же, всех бюджеток. Никуда не денешься. Руль довольно-таки функционален. Он имеет 900 градусов, а также 6-ступенчатый шифтер. Шифтер, который был в комплекте, у него не прям супер клевый. Я помню то, что у меня часто передачи не включались, были такие моменты. Но какой бы он ни был, он здесь есть. 6-ступочка и также еще был дополнительный секвенталочка. То есть просто вперед-назад. Который, опять же, можно было в легенькую юзать как ручничок. Аж со свистом. Плюс там есть подрулевые кнопки. Вот здесь видно. Но обратите внимание, что это кнопка. Не нормальный лепесток подрулевый. Но есть здесь отверстие под винты. Можно докупить или самому изготовить сами лепестки. Приколхозить на парочку винтов. Будет все работать. Нефиг делать. Так, в принципе, реально классный дизайн. Все круто. Но вот прорезиненная вот эта вот всякая дичь. Ну, такое себе. Да такая вот морда у него. Но только это турбе, судя по всему, немножко другое. Но! Но-но-но-но! Всегда есть ложка дегтя, так сказать. Во-первых, у руля очень слабенькие педали. Единственный, конечно, момент, что их можно выкинуть нахер. Найти от Logitech G серии, G25, G27. И в комплекте был уже нужный переходник. Подключается. Со свистом все работает. Но эти педали очень быстро ломались. Если газ неплохой, то тормоз и сцепление. Сцепа, кстати, с такой фишкой фанатековской. Что ты выжимаешь, выжимаешь. И вот она так клоцик, как зафиксировалась. И назад она отстреливает. Вот, в принципе, как на некоторых настоящих тачках. Даже в этих бюджетных педалях такой момент был. Но они быстро ломались. Я не использовал эти педали. Не скажу, что мне они офигеть как понравились. Конечно, да, они со сцепой там туда-сюда. И газ вроде бы такой прикольный. Но надежность и в целом эргономика не самая лучшая. Хотя перегазовки делать здесь удобно. Самое главное, самое главное, ребят, то, что здесь нет ремня. И среди неременных рулей шестереночных, этот руль самый шумный. Это 100%. Можно это даже посмотреть на обзоре, то, что я когда-то снимал. Вот, послушайте. Так, друзья, давайте послушаем теперь шум этого руля. Весьма шумное устройство. Это не весьма шумное устройство. Это просто песец какой-то, ребят. Микрофон не мог, к сожалению, этого всего передать. Знаете, я когда снимал обзор, это были первые впечатления. Но я точно помню, что потом, когда гавкнулся мой GT2 911, и я стрельнул у тюленя на пару недель этот руль. Я понял, что кататься была настоящая пытка. И да, в нем присутствуют все те же настройки. Фанатек. Вот сверху здесь видно, там дисплейчик и кнопочка есть. То есть там можно было форс фидбэк регулировать. Режим дрифта туда-сюда. Но ощущения были весьма неприятные. Хотя сам форс фидбэк довольно-таки мощный был, скажем так. Помощнее, чем драйвинг форс GT. Несколько, немного. Но слишком уж ступенчатый. Слишком уж он какой-то тугоешный за счет этих шестеренок. Особого люфта там в центре я не помню. Но помню, что, видимо, за счет того, что его нет, сильно эти шестеренки как-то друг к другу соприкасаются. И, блин, неприятно было им кататься. Особенно в какие-то игры, где нужно было быстро вращать баранкой. Я думаю, что он очень быстро бы сдох. Кстати, надежность всей серии Porsche, это тоже не лучшая черта этих рулей. То есть, функционал, да. Дизайн, да. Материалы самого руля, где-то да, где-то не очень, скажем так. Но ощущения, которые он может предоставить, скорее нет. Такой девайс можно купить в среднем. Очень редко, но можно купить где-то за двушку гривен или за 5000 рублей. В принципе, если вы готовы мириться с таким специфическим форс фидбэком, брать можно. Потому что, опять же, функционал, еще раз говорю. Но, поскольку вот такие вот есть моменты, то от меня всего лишь 7 баллов. И то с натяжкой. Хотя я, рули Фанатек и, в частности, Porsche очень люблю. Следующий аппарат, это у нас Thrustmaster Rally GT. Тоже бюджетненький Thrustmaster. Шифтер, но не скажу, что он прям сильно плох. Вот так выглядит устройство. Было две версии с тремя педалями и с двумя. На самом деле, смысла с тремя педалями особо брать нет. Потому что H-образного шифтера нет. Хотя можно, конечно же, это купить на стороне. Но он будет стоить сильно дороже. Этого девайса просят за него на текущий момент. Опять же, январь 2019 года. В Украине от 750 гривен до 1500. А в России от 1500 до 3000 рублей. В целом, на СРУ по России, кстати, рули все дешевле. И это круто. Наши украинцы, видимо, смотрят. Ха! Там Сонечек сделал обзор на мой девайс. Сразу X2 ценник. А оно чё-то так и работает. Но, ребятки, это неправильно. Потому что слишком много просите, так сказать. Нужно, блин, как-то адекватно подходить к этому вопросу. Но, опять же, это руль, который ещё не успели полностью кончить, так сказать, со стороны маркетинга. Потому что накладочки сделаны из металла. Подрулевые лепестки тоже довольно-таки неплохие. И ап, да, он там даже расписанный. В целом, да, он простенький. Будем откровенными. Я помню, что, опять же, болтался вот этот вот шифтер. Болезнь почти всех бюджетных рулей. И у него какой-то ход был очень такой невзрачный, скажем так. Но, опять же, он есть, какой бы он там ни был. Потому что в последующих моделях уже, о, рули лишились даже этих сраных шифтеров. И уж тем более трёх педалей. Я помню, что когда-то видел, блин, три педали. Наверное, это круто. И, в принципе, да, может быть, кому-то это будет полезно. Но сцепа плюс секвенталка, ну, такое. Разве что сцепа, чтобы там стартануть в какой-то автосимулятор. И, да, но, опять же, руль неплохо подходит для каких-нибудь ралли-покатушек. Можно катать формулу, в принципе, кнопок, как вы видите, ну, и немного, и немало. Но какие-то серьёзные симы, конечно же, такие девайсы не сгодятся. И для каких-то медленных, типа, ЕТС, ОМСИ, там, фарминг-симулятор и так далее, выворота не хватает. Но в аркадке, кстати, Project Cars, я точно помню, что Project Cars 2 этот руль охренительно себя показывал. И хороший форс фидбэк. Попроще, чем у F430, но он хороший тоже, ребят. И это тоже странно. Руль люфтил, был такой момент. Но, в целом, в принципе, девайс неплохой. От меня 6,5 баллов. Движемся дальше. Троссмастер Т100, да, тот самый более новый руль, который уже попал в руки маркетологов. И тут уже, как смогли, так и поизгалялись, грубо говоря. Во-первых, педали, кстати, то, о чём я говорил. Смотрите на форму. В принципе, смотрится прикольно. Педали под разными углами. Эти накладки можно скрутить, перевернуть, и углы несколько меняются. Но, за счёт того, что педаль довольно-таки высокая, а спереди, как вы видите, расстояние очень маленькое, вы когда продавливаете, она с этой стороны начинает опрокидываться нахрен. Очень-очень некомфортно кататься на тросмастерских вот таких педалях. Нужно либо как-то приноровиться и кидать пятки на них, не отрывая, так сказать, давить на педали. Либо упирать хотя бы их в стенку, а лучше крепить на что-нибудь. Как-нибудь, похер любыми путями, потому что это боль. Самая настоящая. Сама баранка, ну, как вы видите, это тот же ралли. Единственное, что здесь добавили немножко кнопок спереди. Подрулевые уже более конченные, шифтера нет. Смотрится, мне кажется, попроще. Руль весь пластиковый, но вот эти вот моменты резиновые, насколько я помню. Резина так себе качество. Бонус то, что он работает с консолью PS4. Также PS3. Ну, он просто середнячок, ребят. Ничего особо такого вау. В принципе, за какие-то нормальные деньги покататься брать можно в какой-нибудь там Drive Club. Но не стоит ждать от него чего-нибудь там сверх такого. PlayStation 3 официально. PlayStation 4 тоже работает, в том числе и в Drive Club. Значит, просят за это чудо на сегодняшний день. Продается только лишь по России. От 5 тысяч до 10 тысяч рублей. И, как бы вам сказать, это зашквар. За эти деньги, честно говоря, лучше купить этот самый ралли GT, который лучше будет по всем статьям. Ну, от меня шестерка. Только лишь потому, что он работает на консоли PS4. Все. Так больше не за что хвалить давать, к сожалению. Далее уже идут рули более простые, без форс-фидбэка почти все. Даже не почти все, а все. То есть, все предыдущие модели, что мы смотрели, они все были с форс-фидбэком, а дальше уже без. То есть, обычная пружина и тут реализация тоже где-то так себе, где-то, ну, пойдет. Значит, Hori Racing Wheel Apex. Руль, который работает с PS3, PS4 и ПК. Довольно-таки неплохой дизайн. Помнится мне, что материалы у него не топовые, но приятные, скажем так. Особенно вот эта вот штука мне понравилась. Так, вполне себе. По эргономике, в принципе, много кнопок, все под руками. Тоже здорово. Подрулевые лепестки так себе, насколько я помню, качеством были. Удобно L2, R2 так сделано. Нравится мне вот эта вот красная полоса. И, в принципе, по дизайну он довольно-таки интересный, хоть и необычный. У него база там какая-то такая, вот как вы видите, сам руля. Вот это вот снизу фигня такая, какая-то, like, какой-то Audi-style. Я фиг не знаю. Педали, конечно, дресня полная. Будем откровенными. Очень маленький ход. Они, конечно, с собой не опрокидываются, но вот эта складная штука, ну, не знаю, зачем, что складывать. Смысл этого делать, вот совершенно мне не понятен. Лучше бы они были какие-то цельные. Короче, маленький ход, но хотя бы не так сильно опрокидываются, как трассмастеры. И на том спасибо. Значит, новый девайс, свобода продается. Вон на каталоге 7700-7800 рублей. По Украине за него просят 3800 гривен, тереть 4100 гривен. Честно говоря, не дешевое удовольствие. И опять же, я сделал на него обзор, он что-то на косарь подорожал, даже как новый, непонятно, как бы это связано. Можно найти БУ 5500-7000 рублей. Руль на 270 градусов. Опять же, очень простенький. А, имеет режим специфический, что можно использовать его в GTA. Катать, что на консоли, что на ПК. То есть, он может работать как руль, так и как геймпад. На самом деле, это не руль, это руль-пад. Самый настоящий. Пружина в центре, отчетливую такую... Тык-тык-тык-стук чувствуется на ней. Есть мизерная мертвая зона. Это, кстати, болезнь всех рулей, которые не имеют форс-фидбэка. Где-то сильно выражено, где-то слабо. Здесь слабо выражено. В целом, кататься можно. В целом, этот руль хорошо подойдет для детей. Как подарок, там, под елку на день рождения. Или для нетребовательного, там, человека, который хочет изредка покататься, там, Форзу, там, тест-драйв Unlimited, что-нибудь такое. Вот, ну, простенькое. GTA, в конце концов, со свистом работает. Реально. Я тестил прям круто. Брать, опять же, можно. Для чего-то серьезного, естественно, этот и все дальнейшие рули рассматривать, ну, не стоит. 5,5 баллов от меня в целом за качество, за поддержку PS4. И погнали дальше. Art Place Turbo C900. Вот, единственное на моей памяти девайс, который способен работать со всеми платформами. То есть, это PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 и, сука, Nintendo Switch. Мать его, просто с ума сойти. Единственное, что работа там очень такая специфическая. Нужно брать геймпад, подключать. Если речь о Xbox 360, то нужен исключительно проводной геймпад для Xbox 360. Иначе вы не сможете завести. Девайс довольно-таки дешевенький по материалам. Я точно помню, что испытывал дискомфорт вот в этих моментах. Мои пальцы туда просто не влазили. То есть, опять же, он в основном рассчитан для детей. И был такой неприятный запах. Но, в принципе, он довольно быстро выветривается. Но, знаете, вот китайщиной сразу открываешь из коробки и тхнет, блин, просто. Этим, кстати, страдают и дорогие девайсы. Например, Thrustmaster TGT, от которого я охренел, реально. Вот. Но, зато, куча кнопочек. Они даже так симпатично сделаны. Есть аналоговый стик, который сделан по принципу, как в древней консоли PSP. PlayStation Portable, да? Помните, был там такой. Есть даже шифтер, мать его. Есть даже подрулевые там кнопушки, которые здесь не видно. И даже у Logitech скоммуниздили крепление, которое намертво его крепит. Педали полные адреснина. Ход там вообще минимальный. Не переворачивается, но хода совсем нет. Знаете, складывается впечатление, что газ не газ, тормоз не тормоз. Там регулировать что-то довольно сложно, потому что пару сантиметров всего лишь ход. Ну, такое себе. Но на этой штуке можно играть на всем. И для консоли Xbox это один из самых доступных, опять же, вариантов. Особенно 360. Вообще, хер найдешь во что покатать. Но нужен проводной геймпад обязательно. Крутилочка. Можно с инцу, по-моему, крутить. Там не отходят кассы. Сверху так кнопки. Ну, больше ничего особого. Но, в целом, впечатление так себе. Опять же, для детей, ребят. И не больше. 4 балла за херовые материалы. Больше, ну, тут, ну, никак не дать. А, забыл, кстати, по цене сказать. Значит, так. 6200 рублей. Ну, вот, 6400. 6200-6400. Это новый. И на был рынке 4-4500 рубчиков кровных. Вот так вот. Следующий пациент. Хрустмастер. Видрари. Правильно я назову. 458. Спидер. Рейсинг Уилл. Ээээ. Именно, блин, спид. Спидер. Да, ребят. То еще дерьмецо. Честно говоря, опять же. Один из немногих Хрустмастеров без форсфидбэка. Это ж как они так умудрились. Притом, что просят за него червончик. Сука, червончик. А форсфидбэка-то нет. Но, в отличие от всех остальных криворуких мудаков, здесь хотя бы эту пружину сделали без в центре вот этой вот заметной тук-тук-тук, она как-то мягко там возвращается, но все равно не особо стоит его расхваливать, потому что качество изготовления полное дерьмище. Это тот момент, когда он вроде бы в Феррари и вроде бы чем-то похож на F430, но он даже и рядом, блин, не валялся, руль помойный какой-то, я вам серьезно говорю, материалы полные дресня, люфт, это не люфт, это просто, знаете, складывается впечатление, что это не руль, а какой-то штурвал там для Боинга, что ты можешь влево-вправо, вперед, вназад, вот так вот им вращать, там осей много, ребят, на самом деле, особенно если приложить усилие, то вы можете на нем сделать оси на все вообще возможные... Плоскости, аж со свистом. Монетина превратился в говнетина, который вроде бы 5 этих позиций, но по качеству полная дреснина, переключается только лишь вверх и возвращается, а не остается там и вниз. По кнопкам, в принципе, прикольно, вот эти кнопочки, я помню, что по эргономике неплохие, вот эта херня резиновая, очень грело руки, но пластик, ребята, и этот люфт, это просто писос. И все это вкупе с абсолютно хреновыми педалями, которые опрокидываются, которые мрут просто, ну это, кстати, болезнь почти всех педалей тростмастера, мрут как мухи, аж со свистом. И эргономически он полное говнище. Там есть даже у него какой-то ЭК-порт, который на какой-то хрен там связывается с Кинектом, который уже давно выпилили и забыли, с Xbox One. И да, единственный бонус, что он работает с Xbox One и ПК. Опять же, один из, хотелось бы сказать, доступных рулей для Xbox One, но есть и подоступнее, и даже лучше, чем эта Дермина. От меня 3,5 балла, и не стоит покупать эту хрень, погнали дальше. О, ребятки, вот теперь мы начинаем уже прорывать Яу, потому что рулит Defender Hurricane, мать его. Ну, скажем так, не все так плохо, кстати, о подсаде-то я не сказал, 10 это мы видели, бушный можно найти и хрустмастер, опять же, 3-7 тысяч рублей, но не суть. Вот этот кусок Дермица можно найти, уже новым найти сложно, но, в принципе, можно, если постараться. По Украине просят полторы тысячи гривень, по России просят от трех до пяти тысяч рублей. Штука работает, давайте посмотрим, где там у нас. На PlayStation 3, PlayStation 4, 13 кнопок, есть вибрации, никакого там форс-фидбэка нет, есть только лишь вибрации. Есть вот этот стук-стук-стук на нуле, 270 градусов, в принципе, как почти все, но есть Дермина, у которой еще меньше выбора. Мы еще не все посмотрели. Присоски вместо крепежа вы не сможете нормально зафиксировать, но зато есть вот такие вот хрени эргономические, чтобы ставить его себе на ноги. И вот так вот, like a boss style, I'm гонщик, I'm racer, мазафака. Можно кататься на коленях, на столе эта херня нифига не держится. Я помню, что его с тяжками, как мох там, крепил, вообще такой полуугарный был обзор. Качество изготовления полная херня, дичайший люфт, но сама вот эта вот баранка, она полностью из резины. И помню, что резина довольно-таки, на удивление, не худшего качества. Я бы сказал, что даже прикольного. А там, кстати, еще если посмотреть, вот так спереди смотрится просто какой-то кибор-ханируль. Даже шифтер есть, мать его. И вот эта кнопка, которая, по-моему, просто как муляж, насколько я помню. Хреновые педали, ну, даже не обсуждается. И, 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 где? Во, вот такой вот блочок. И здесь все кнопки. Раз, два, три, четыре это для PS3. Да, и тумблер PS3, PS4. На этой хрени можно катать на ПК или на консоли, во все что угодно. Я даже в Battlefield, по-моему, упарывался в третий до PS3. Просто орал на танке, блин, на руле там катался. Короче, в обзоре все по ссылке в описании найдете. Можно кататься в GTA-шку, опять же. Ну, так, конечно, руль, ну, опять же, деткам. Совсем маленьким, которые никогда, ну, руль не видели, но хотели. Нет возможности купить что-то дороже. Как бы можно, но, в целом, ребят, это троечка. Это троечка по десятибалльной. Это печалька. Ну, такое. Ну, то есть, ну, такое. Эх, следующий пациентище. А следующий пациентище, это, знаете, случай, когда обходите его стороной. Но цена вопроса последняя. Уже его нет, и слава тебе, господи, 5700, грубо говоря. Сейчас что можно найти? По Украине можно найти за 2500-2800 гривен. Боже упаси, ребята, даже не вздумайте. Пусть вечность продают люди за эти деньги. Я помню его, по-моему, за тысячу с копейками, за 1200 гривен там продал чувачку. Больше стыдно было просить. Даже этих денег, честно говоря, он не особо стоит. Так, а по России... А, стоп, это новый 2500-2800. Боже упаси. БУ 1500. По России новый 6400 рублей. И БУ 1000-3000 рублей. Смотрите, что это за чудовище. Казалось бы, F1 логотип там. Наверное, он должен быть крутым для формулы. И, наверное, да, чисто по эргономике он мог бы быть крутым. Но, нет, ребят, он не крутой. Кажется, тут столько кнопок, столько всего. Переключатели, шмикл... А, есть аналоговый даже стик. А, есть вот этот вот индикатор. Который, знаете, как работает? Не от оборотов на вашем болиде или машине. А работает... Газ нажал, индикатор на полностью. Говорит, приспустил газ, индикатор приспустился. Полгаза, половина, блин. Ну, вот таким макаром он работает. Вот с педалью газа. Да хрена это, я вообще не понимаю. Он не десёт вообще никакой пользы, бляха. Ручки, кстати, может, не самые плохие. Такие прорезиненные. И чем-то отдалённо даже похоже на вот этот Макларен. Ну, конечно же, рядом не валялись. Но чем-то отдалённо, скажем так. Но, ребята, качество, отсутствие форс-фидбэка. И вы посмотрите на это чудо-юдо сбоку. Там какая-то пружина. Он очень дико стрекочет в центре. Имеет просто... Дети, закройте уши, п***нутую мёртвую зону. Просто там на пару сантиметров, а так в каждую сторону. Но руль вообще не откликается. Я помню, что я ездил на этом самом... На болиде Формулы. Мне этот руль подогнали на шару на обзор. Мне было стыдно, блин, его... Ну, честно. И обсырать, и стыдно было говорить, что вау, круто. Ну, такое себе я говорил. Что же ехать можно, но, ребят, нет. В это ездить нельзя. Подрулевые лепестки, как... Как уж из Паниэля болтаются какие-то. И херовейшего качества. С щелочком таким отвратительным. Очень странная вот эта вот приспособа. Ты можешь его крепить снизу, сверху. И вроде бы тут металлическая хрень, она ни в черта не держится на столе. Как-то очень так странно. Ну, я помню, что он выжимался, но кататься было вот некомфортно почему-то. Руль съемный. Мать его, насколько я помню, его можно еще снимать с базы. Типа, квик-релиз. Но это песец, ребят. Да, вот эту кнопку ты нажимаешь и снимается. Я читал отзывы, что эта хрень ломается. Типа, и вроде бы все тут есть. Ну, по эргономике, чтобы катать формулу. Ну, это просто дреснина. Подрулевые лепестки. Короче, ребят, смотрите мой обзор. Если что, там все детально рассказано. Но это покупать фанату формулы никак нельзя. Нахрена сделали вот такие вот педали. Огроменная хрень раскладывается. Их можно там влево-вправо крутить. Зачем? Не знаю. Сами педали ни к чем, но не очень близко. И ты вот этими ногами вот так вот работаешь. Ноги же друг об друга трутся. Это песос. Это песец, ребят. Полтора балла. И то, это слишком много для этого чуда. Да, оно работает. И оно, кстати, работает. Что там у нас по описанию? ПК и PS3. Да. Как-то так. 250 градусов, парни. Вот, 200, сука, 50 градусов. Вы себе представляете вообще это чудо? О, вот и, кстати, мой обзор. Ну, короче, это печалька, я вам честно скажу. Не надо это покупать ни в коем разе. Ну, и напоследок. Best of the best. Супер гениальный. Супер мега навороченный. Супер мега стильный, да? Как ни странно. И это единственный бонус, за который этот руль получил полбала. Ммм? Силушка-то какая богатырская. Что-то мы не можем увеличить изображение. Даже отзывы есть. А ну, что даже мне интересно пишут? Недостатков куча. Маловат диаметр. 24 сантиметра. Это еще не недостаток. Угол поворота менее 90 градусов. Во, я даже нашел. Я уже даже не помню. Непонятная инструкция. Бла-бла-бла. Отличная модель. Япона, мать какие говнори. И плохая. Это ужасная модель, парни. Это просто ужасная модель. Я вам честное слово говорю. Но он, может быть, и смотрится так. Еще неплохо. Плюс, минус. Но найти его, естественно, можно только лишь в БУ. На сегодняшний день его продают по Украине от 200 гривен. Ладно еще. Так, поражать за 200 гривен. Плюс новая почта. Там 250 он обойдется. Попробовать шо-то такие. Можно педали, блин, газ, не газ. Просто п***ц. И максимум за него просят. Тысячу, сука, гривен? Вы че курите там? Какую тысячу гривен? Какую нахрен тысячу? Блин, стыдно должно быть столько денег. Просить по России от 500 рублей. Ладно. До двух, двести. Пишется, что оно работает на PlayStation 3. Нет, парни. Оно не работает на PlayStation 3. Я помню, что я просто охренел с этого руля. И оно вообще неиграбельное. Опять же, люфты по всем плоскостям. Дичайшая мертвая зона в центре. Стучит в центре. Разваливается на глазах. И самое главное, я там на Дин... Ух, вот, кстати, сто с чем-то видео уже. Обзоров у нас. Я там на Дин так поизгалялся нормально. Давайте посмотрим. А, фигари ваду, мразь. Вот как называлось это видео. Господи, какая мертвая зона дикая. Смотри. Ноль вообще. Мне там не нужен никакой автомат. Никуда не рули. Мы уже все поняли. А че с качеством? Да посмотри на эту мертвую зону. Так, подожди. Че нам качество, пожалуйста? Просто п***ец, ребят. Да, блин, даже этот самый. Я делал обзоры на... Он неиграбельный. Кешманское говно. Как Defender, блин. Они и топ-пис же были. Сто п***. Их тебе работали, блин. Это трэш. Тормоз тоже полный. Как бы ты плавал... Тормоз полный тормоз. Ну да, кнопка работает. Вкал-выкал. Газ, да. У него там хода что-то вообще 2 сантиметра. Я вот сейчас еле нажал, и что-то там его... Приноровился. Короче, ребята, это бич. Ну у него фото, что ты п***... Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Короче, вот что я решил с ним сделать. Щеруль. Можно переходить плавно к финалочке. Я знаю, что мы с ним сделаем. Тех, кто не видели. На нахрен. Вот. Все, что можно с ним сделать. Ты что, думаешь, что на этом твоя боль закончилась? Ага, сейчас. У меня было много рулей. Знаете, если бы я был богатый, я с TGT сделал бы примерно то же самое. Короче, ребят, кому интересно, посмотрите видосичек. Останетесь впечатлены, наверное, обзором. Там все нормально. Ссылочка опять же в описании. Ну, короче, ребят, что я вам хочу сказать. Вот я сделал. Я вам подытожил, так сказать, здесь 8,5. Если что, подытожил вам все рули, все поддержки и оценочки. То есть, сами понимаете, где выбор идет на 900 градусов, можно смело брать на всякие там игры типа ETS, ATS, OMSI, там, City Car Driving, там, и прочее-прочее, такие медленные. Можно, в принципе, во что-то побыстрее, вполне себе. Да, это будет лучше, чем 270 градусов, но в случае с трассмастером он прям очень хорош, честно говоря. И, в принципе, вот эти вот все 6 моделей по-своему достойны. Уже разве что на Т100, там, уже, ну, такое пошло. А вот эти вот 5 моделей для своих каких-то моментов вполне себе хороши. И даже 270-градусные рули, вот Project Cars 2, например, работают очень хорошо. Там как-то, видимо, оптимизировано это все на неплохом уровне. Ну, и, конечно же, вот эти вот всякие чудеса. Рули для детей. И то, наверное, вот эти 4. Вот эти 4 брать можно для деток. Как первый руль просто пощупать. Для Xbox One, как вы видите, вообще с поддержкой все очень так себе. Мало рулей, к великому сожалению. Но среди этих двух лучше Artplay 100%. Хотя, знаете, по ощущениям самого механизма пружины здесь лучше. И вроде бы говенные материалы, но все же они здесь лучше. Но, блин, даже не знаю. Но все равно, что-то этому рулю я поставил больше. Немножко оценку. 4, а не 3,5. Блин, и, наверное, из-за функционала. Не, наверное, точно. Но в целом для Xbox все же, как бы... Ну, это дешевле, опять же. То есть, там цена вопроса тоже встает так неплохо. Поэтому с Xbox все очень плохо. Хорошие рули, это минимум Thrustmaster TX. И стоят дорого, к сожалению. PS4, ребят, вот это вот все, что вы видели, вообще не стоит париться. Потому что через пару недель я вам выпущу еще один видос. Как, блядь, я не знаю. Чуть ли не холодильник ваш подключить. PS4, блин. Стиральную машину. Да, рекдрайв стиральную машину. Ну, да, и катать воронтуризм. Хороший сетапчик, да. Как раз достойный для GTS. Для гран-аутизма-спорт. Такое. Вот. Ну, короче, на PS4... Да, это хороший бонус для тех, кто не хочет париться. Но подключить вообще не проблема. GIMX. Скоро еще раз будет видосик. Расскажу, как вообще можно и пару девайсов, вот, баттон-бокс и руль подключить и будет пахать. Что тоже, в принципе, круто. Но особо вот эти вот устройства всерьез не надо рассматривать. Лучше те, что были предыдущие. Это, ребят, был бюджетный топчик. Бюджетный рули то, что я обозревал. То есть, все, что это сказано, это на моем опыте. Все оценки это мое имха. Кто-то согласится, кто-то нет. Пишите в комментах, какие рули у вас. Пишите, какие вам нравятся. Пишите, какие хотите. Я рассказал вам все вкратце. Обширные такие вот видео, там, где все до дыр излизано в этих рулях. Все ссылки в описании. Заходите, ребят, смотрите. Короче, я надеюсь, что это будет полезно. И надеюсь, что... Соня, какой руль мне купить на стриме? Ну, не надо спрашивать. Не надо. Все уже есть. Все разжевано, ребят. Вот, все есть. Впереди еще будет пара видео. Это middle сегмент, то есть, средний. И топчик. В принципе, там уже даже будет поинтереснее. Но вот из бюджеток вам уже есть, что выбрать. Ставь лайк, если было полезно. Ссылки на рули в описании. Если ты ищешь новый девайс, то ссылка на e-каталог в описании. Там ты найдешь нужный для тебя руль по самой оптимальной цене. В самом оптимальном магазине. С гарантией. Все как надо. Короче, ребят, лезьте в описание. Все смотрите. Там все расписано. Увидимся с вами через недельку в обзоре топ-рулей. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся, ребят. С вами был Сони. И пока.